Прошу встать. Добрый день, садитесь, пожалуйста. Итак, у нас сегодня четвертая лекция. И это самая страшная лекция, потому что вот посвящена страху. Ну, не знаю, так не страшно. Вот я второй вариант подготовил. Вот так пострашнее. Могу еще свет выключить. И так зауныванные звуки запустить. Ну, соответственно, продолжая разговор о биологических потребностях, мы, конечно, должны коснуться сферы нашей безопасности. И ситуации, которые нас пугают, внушают тревожность, они, конечно, ужасно значимы. Потому что порой речь идет вообще о нашей жизни и о том, как бы ее сохранить. Ну, не говоря уже о благосостоянии или чувстве собственного достоинства. Все это ежедневно так или иначе нас касается. И, соответственно, вот сегодня мы об этом поговорим. То есть, если описывать страх как некую эмоцию, внутреннее состояние, то мы можем сказать, что это как бы некая такая сигнализация, которая нас предупреждает о наступлении чего-то плохого, о присутствии каких-то нехороших факторов, о приближении этих нехороших факторов. И в этом смысле страх весьма ценная штука, поскольку позволяет порой заглянуть в будущее и избежать тех неприятностей, которые нас подстерегают. Ну и поэтому я вставил вот эту самую сигнализацию. То есть страх как такая пожарная и прочая сигнализация, которая помогает нам успешно идти через жизненные препятствия. Ну вот тоже всякие неприятности, которые с нами случаются. И одна из неприятностей, которая многих пугает, это громая молния, очень громкий звук, очень яркий свет. Но в детстве мы узнаем, что все это связано, например, с тучей. И дальше, когда мы уже становимся более-менее осознанными существами, появление тучи уже приводит нас в тревожное состояние и опять-таки позволяет вовремя спрятаться от грозы. И это очень здорово. То есть возникновение своевременного страха — это очень полезная реакция. О каких-то опасностях мы знаем врожденно. Ну скажем, слишком яркий свет, слишком громкий звук. Какие-то мы учимся опознавать. И одна из самых первых проблем, с которыми мы сталкиваемся, это проблема боли. Ну и вообще боль — это такой стимул, который наиболее гарантированно вызывает страх, тревожность и запускает заботу о нашей безопасности. Ну и вот маленький ребенок, который относится к миру с таким, как правило, оптимизмом, то есть если вы возьмете младенца и начнете подбрасывать его к потолку, например, то он смеется. Вот начни вас подбрасывать к потолку, вряд ли вы обрадуетесь. Вы уже знаете, вы уже мудрые существа и понимаете, что на десятый раз точно не поймают. А младенец, он относится к жизни как-то так априори с радостью. И вдруг вы этого младенца, например, приведя на прием к врачу, тычете иглой в палец. То есть вот этот крах прекрасного мира и превращение его в поток боли — это очень серьезно. Психоаналитики, которые об этом рассуждают просто часами, вот эти детские травмы и все такое прочее. Ну а с точки зрения физиолога, конечно, важно понимать, а что такое боль. То есть боль возникает тогда, когда наши клетки, наши ткани что-то повреждают. И, по сути дела, боль — та же самая система сигнализации, только сделанная буквально на таком действительно клеточном уровне. То есть даже нервная система тут особо не нужна для того, чтобы запустить некую ответную защитную реакцию, которую называют воспалением. Вот вы видите картинку, на которой ужасная ржавая игла воткнулась в нежную кожу, не обязательно младенца. Вот ваша кожа тоже не обрадуется. И мало того, что повреждаются клетки ткани, еще с нее сыплются всякие бактерии, вирусы, и все это плохо. Но иммунная система на страже, появляются замечательные фагоциты, которые все это съедают или, по крайней мере, пытаются съесть. Идет общий сигнал на сбор различных компонентов иммунной системы. Ну и заодно возникает еще и болевой сигнал, который позволяет с проблемой бороться на уровне поведения. Ну, например, взять и выдернуть эту иглу из пальца, в которой она воткнулась. То есть получается, что боль — один из компонентов вот такой вот общей реакции на повреждение клеток и тканей. Ну и если мы все-таки за ней последуем в мозг, то окажется, что основные центры, которые проводят, обрабатывают боль, запускают ответные реакции, — это уже известные вам миндалина и гипоталамус. То есть два центра, прежде всего, отвечающие за болевые сигналы, за их обработку и за возникновение отрицательных эмоций, которые сопровождают болевой сигнал. Ну вот здесь большая красивая схема мозга. И, собственно, если говорить о боли, то все начинается с цифры номер один. Вот эти вот нервные окончания, они называются болевые рецепторы, располагаются у нас везде, не только в коже, но и во всех внутренних органах. Поэтому болеть может и сустав, болеть может и желудок. И дальше здесь возникают нервные импульсы, которые сигнализируют о повреждении клеток и тканей. Ну, кстати, собственно, откуда они возникают? А это клетки и ткани выделяют, поврежденные клетки и ткани выделяют специальные вещества, их называют сигналы СОС, которые, собственно, и запускают импульсацию. И эти импульсы добегают сначала до спинного мозга, ну, если речь идет о руках, ногах, туловище. То есть если болит голова, сигналы сразу идут в головной мозг, а все остальное тело работает через спинной. И дальше из спинного мозга поднимается в так называемые стволовые структуры, где уже запускается часть реакций, в том числе реакций, связанных со стрессом. И в конце концов достигает промежуточного мозга и базальных ганглиев. То есть гипоталамус, вот тут вот как бы просвечивает его кусочек, миндалина, вот она, на конце гиппокампа. Это ключевые структуры, которые собирают болевые сигналы и дальше запускают не только поведенческие реакции, но и реакции эндокринные, скажем, адреналин выделяется, реакции вегетативные, скажем, сердце бьется чаще, в ответ на болевую информацию. Ну, а на высшем уровне важно, что от них сигнал уходит вверх, через таламус в кору больших полушарий. И здесь две зоны играют. Одна называется постцентральная кора. Это передняя часть теменной доли. Там обрабатывается болевой сигнал, там мы его осознаем. Но если мы хотим отреагировать на боль и, например, выдернуть занозу, да, или там принять таблетку, чтобы не так болел желудок, вот, то здесь уже, конечно, нужна ассоциативная лобная кора, которая будет запускать соответствующее поведение. То есть выбирать и запускать поведенческие программы. Вот как много структур работает для того, чтобы мы ощутили боль, отреагировали на нее. Ну, а если говорить о эмоциях, то это в основном, еще раз повторяю, гипоталамус и миндалина. Здесь возникают отрицательные эмоции, связанные с болью. Но здесь же возникают и положительные эмоции, когда нам удается успешно избежать боли. И если у вас, не знаю, там в течение недели болел зуб, а тут наконец-то доктор вам его вылечил, то, в общем, это серьезный кусок положительных эмоций. И опять-таки они возникают на уровне стволовых структур. Ну, вот эта схемка чуть подробнее иллюстрирует, откуда берутся болевые ощущения. То есть когда та же самая игла повреждает клетки и ткани, то из них действительно выделяется целый букет вот этих самых веществ, сигналов СОС. И главный из них — это вещества, называемые гистамин и простагландины. И если мы хотим, чтобы наша боль и наше воспаление стали слабее, а боль не всегда адекватно воздействует на наш организм, то есть вот эта система сигнализации, она порой бывает слишком назойлива, слишком громко звучит и мешает всей остальной нашей психической деятельности, вот если мы хотим ослабить боль, а то и вообще ее убрать, то мы используем лекарственные препараты, мешающие гистамину и мешающую простагландином. Они нужны не только при просто болевых каких-то ситуациях, повреждениях, там палец порезали, да, зуб болит, но и вообще при самых разных воспалительных реакциях. И антигистаминные препараты, они хорошо известны, например, тем, кто страдает аллергией, то есть там убирается это лишнее воспаление. Ну, а вещества, которые мешают работать простагландином, это вообще самая известная группа соединений, которые уменьшают боль. Эти соединения называются анальгетики, алгаз — это боль, соответственно, анальгетики обезболивающие. Вот, и те молекулы, которые мешают работать простагландином, не дают, по сути дела, им образовываться, называются ненаркотические анальгетики. В противовес наркотическим, которые действуют прямо на мозг. Ненаркотические анальгетики, они действуют вот здесь вот, на уровне отростков нервных клеток, реагирующих на боль, на уровне болевых рецепторов. То есть они не дают формироваться простагландином. И всем известные аспирин, анальгин, парацетамол, деклофенак, ибупрофен, вот все то, что широко рекламируется по телевизору, как обезболивающие, — это вещества, мешающие формироваться простагландином. И это очень важный компонент лекарственных препаратов, которые время от времени, так сказать, применяют практически все люди. Ну, кроме лекарств, что еще может ослабить боль? Тут, в принципе, есть не только, так сказать, химические пути, есть и пути, которые подсказывает нам сама физиология. Ну, например, вход сигналов в спинной мозг у нас так организован, что если мы начинаем массировать зону вокруг болевой, то вот эти кожные сигналы ослабляют болевой вход. И сделана эта эволюция, этот механизм, он называется воротная система контроля боли, для того, чтобы избыточные болевые сигналы нас не тревожили. То есть, в принципе, вот вы там, не знаю, слегка ударили, скажем, коленку, и вот этот массаж больного места, он реально на уровне спинного мозга ослабляет боль, ну, потому что ничего серьезного не произошло. И вот это вот залезать рану, да, или как там, потереть больное место, вот, или подуть на палец, который вы ударили, это, оказывается, означает включить совершенно реальный физиологический механизм, который на уровне спинного мозга ослабит болевые импульсы. Ну, и, кстати, на этом же держатся эффекты, скажем, точечного массажа. Или, например, многие варианты физиотерапии, то есть, когда воздействуют, ну, например, там, горчичниками или еще чем-то, пластырем, например, перцовым. И в эту же область попадает акупунктура. То есть, когда, скажем, иголки или там прижигание по восточной системе меридианов воздействуют на избранные точки тела человека, как правило, этими точками, так сказать, на поверку оказываются зоны скопления кожных рецепторов. И, попадая в эти зоны, вы можете ослабить проведение болевых сигналов в спинном мозге, причем не только кожных, но и сигналов от внутренних органов. То есть, если вы помните историю в самом начале, я рассказывал про организацию спинного мозга, я говорил, что там сегменты. И каждый сегмент спинного мозга управляет своим этажом тела. И вот в этот этаж входит не только кожа и мышцы, но и внутренние органы. И поэтому получается, что если правильно воздействовать, скажем, массировать определенную точку где-нибудь там на уровне условно там шестой пары ребер, то можно ослабить, ну, например, боль в сердце. Это действительно так, в этом, так сказать, нет никакой мистики, это вполне физиологические механизмы. Хотя в свое время, скажем, древние китайцы объясняли, ну и, собственно, продолжают объяснять это с помощью системы меридианов, инь, янь, энергии, ци. Но реально очень часто за всем этим вполне конкретные физиологические механизмы. Как еще можно бороться с болью? Ну, например, стараться ее не замечать. То есть, если у вас чего-то болит, а в это время у вас в мозгу существует какой-то другой очаг, и вы обдумываете очаг возбуждения, да, и вы обдумываете очень напряженно какую-то проблему, или хотя бы просто смотрите интересный фильм, вот, это помогает сдерживать боль, то есть два конкурирующих центра возбуждения, они способны подавлять друг друга, вот. Но все это, конечно, временные меры, и они годятся только тогда, когда боль вот короткая, и вы точно знаете, что она скоро пройдет. Вот, если боль длится, длится и длится, если вы уже, там, не знаю, вторую неделю, и даже вторую неделю слишком, скажем, третий день принимаете анальгин или аспирин, на самом деле это серьезная ситуация. Это означает, что повреждение вашего тела зашло куда-то далеко. Вот, и нужно, в общем, к доктору сходить, чтобы он посмотрел, что там с вашей кучкой, или там, не знаю, желудком, или почему этот сустав в пальце так болит. Вот, то есть боль — это сигнализация, на которую все-таки нужно обращать внимание. Вот, и если вы будете долго терпеть боль, а есть такие люди, которые, так сказать, прямо глядя в глаза, говорят, а я вообще никогда не принимаю таблеток, таблетки — это зло. Вот, соответственно, если совсем не обращать внимание на боль и терпеть ее, и ждать, пока она сама пройдет, можно нанести повреждения спинному мозгу, головному мозгу, и нейроны, проводящие боль, начнут ее слишком легко передавать. И тогда возможно формирование так называемых фантомных патологических болей, вот, о чем хорошо знают, ну, например, донтисты и те, кто занимается лицевыми болями. То есть порой бывает так, что человек слишком долго боится идти к зубному врачу, и там, скажем, 2-3-4 недели он все там полощет руд содой, там, или каким-то шалфеем, вот, а зуб болит, 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 и в конце концов он все-таки все вылечил, а боль порой остается. И донтист говорит, у меня все нормально, нерв удалили, пломба на месте, вам теперь уже не ко мне, вам уже в клинику лицевых болей, это у вас где-нибудь там в таламусе или там в гипоталамусе возник застойный очаг возбуждения, который теперь придется лечить так, как, например, лечат эпилептические припадки, то есть теми препаратами, которые глобально усиливают уровень торможения в мозге. То есть терпеть долгую хроническую боль крайне не рекомендуется. Ну, бог с ней с болью, пойдем дальше. Что еще вызывает страх? Ну, во-первых, конечно, надо бы осознать врожденно значимые для нас стимулы, такие, как действительно, скажем, упомянутый очень громкий звук, яркий свет, то есть гром и молния. Вообще любой сильный сенсорный сигнал вызывает у нас тревожность, то есть кто-то слишком резко схватил вас за руку, да, например, или даже появился очень сильный запах. Все это тревожит наш мозг и как-то вот нарушает гармонию окружающего мира. Но есть еще более специфические ситуации. Скажем, две светящиеся точки, которые появились в темноте, вот вы гуляете там по лесу, да, ночью, ну, почему-то вас занесло в лес ночью, то есть уже нехорошо. А тут еще так вдали появляются две светящиеся точки, и так как-то не спеша зелененькие такие, да, начинают к вам приближаться. Неприятно. Вот, то есть как бы наш мозг оказывается врожденно знает, что это, в принципе, могут быть глаза хищника. Вот, и чувствует себя не очень комфортно. Врожденно мы узнаем мимику страха и агрессии. То есть вообще то, что касается так называемой невербальной коммуникации, это важная часть и нашей психической деятельности, и работы наших сенсорных систем. И, скажем, словам мы учимся. А вот, например, крик боли или, например, смех человека, наша слуховая система врожденно идентифицирует. И точно так же наша зрительная система врожденно знает основные принципы мимики. То есть это улыбка, а это агрессия. Ну а по ходу обучения и накопления жизненного опыта все лучше и лучше начинает эти, так сказать, гримасы различать. Многие животные врожденно узнают пауков, змей, как потенциально опасные объекты. Но к человеку, судя по всему, это не очень относится, потому что иначе откуда бы взялись герпетологи у нас на биофаке и арахнологи, то есть люди, которые при виде паучка говорят, ой, какая прелесть. Но с другой стороны, скажем, наши ближайшие родственники, шимпанзе, змей, боятся врожденно. То есть, скорее всего, некоторые из нас все-таки врожденно эту штуку недолюбливают, ну а некоторые относятся равнодушно. А если жизнь так сложится, то у вас заведется любимый ужик там или любимый удавчик, вот, или даже вот какой-нибудь вот такой вот любимый паучок. Ну, есть и другие сигналы, скажем, отвратительный вкус вызывает у нас отрицательные эмоции. Вот, и у многих животных есть так называемые феромоны страха, то есть сигналы химические, которые выделяются в окружающую среду, если с вами случилась неприятность. И они сообщают другим членам стаи о том, что вот тут что-то плохое происходит. Ну, скажем, мышка, попавшая в капкан, да, то есть как в мышеловку, вот она такой феромон страха выделяет, и все мыши вокруг впадают в панику. Или там селедку кто-то ест, да, какая-нибудь там мелкая акула. Вот, эта селедка тоже пахнет так, что всем селедкам тревожные, они разбегаются в разные стороны. Ну, человеческие феромоны страха в таком явном виде не существуют, хотя в случае стресса мы, судя по всему, излучаем явный запах адреналина, кое-каких других гормонов, ну, на которые, как известно, например, реагируют собаки, да, то есть собака чувствует, ага, испугался, сейчас-то мы ее точно тяпнем. Вот, то есть тут надо как-то вот сдерживать свои эмоции. Собака не смотрит на вашу мимику, да, она обоняет вас, и, соответственно, для собачьего носа очень многие наши эмоциональные переживания, это не секрет. Ну, и если бы у нас был такой нюх, как у собаки, человечество было бы совершенно по-другому устроено, то есть очень сложно было бы сдерживать эмоции, ну, и вообще, как бы, таить какую-то информацию, потому что собака про каждого сидящего в зале могла бы сказать, что вы за неделю ели, да, с кем вы в течение недели встречались, какие места посетили, то есть это все спокойно считывается с помощью носа, ну, а нам эволюция такой нос не дала. Антропологи считают, что во многом это результат слишком длительного обитания в пещерах, то есть представьте себе, какое-нибудь племя, да, там столетие за столетием живет все в одной и той же пещере, а пещер хороших не так много, как квартир. Вот, представьте, за, скажем, 500 или 1000 лет какая-то там антисанитария в этой пещере. Тут, конечно, никакое обоняние не выдержит, и, видимо, поэтому у нас очень много чего именно в этой сенсорной системе отключилось. Можно наблюдать проявление эмоций страха и всяких там фобических состояний с помощью разных технологий, но самое показательное из них — это функциональная магнитно-резонансная томография, которая указывает на кровенаполнение разных отделов мозга, а кровенаполнение увеличивается, если именно эти нейроны активно работают. Ну и вот здесь картинки, которые показаны, это человек лежал в томографе и просто представлял, что по руке ползет паук, вот, ну и здесь много зон возбуждается, в том числе мы видим возбуждение лобной коры, которая принимает решение, типа, стряхнуть эту гадость, и возбуждение теменной коры, то есть та самая кожная чувствительность, и многое чего возбуждается в глубоких структурах, связанных с эмоциями, то есть в таламусе, гипоталамусе и базальных ганглях. Порой те сигналы, которые запускают реакции страха, весьма причудливы и непросты. Вот здесь в качестве иллюстрации показана классическая картинка Николаса Тинбергена, лауреата Нобелевской премии, изучавшего врожденные поведенческие реакции животных, вот, и, соответственно, эксперимент выглядел так. Новорожденные гусята или утята, они вот изображены на этой картинке сверху, значит, находились в комнате, а по потолку этой комнаты шла такая проекция в виде вот такого темного крестообразного пятна. Так вот, если эта тень двигалась справа налево, то есть с длинной шеей вперед, то гусята велись совершенно спокойно. А если эта тень двигалась слева направо, то есть короткой шеей вперед, да, как бы вот так вот, то их мозг идентифицировал это как потенциального хищника, то есть силуэт ястреба в небе, и, соответственно, они затаивались. И это не результат обучения, вот оказывается, даже в таком маленьком мозге подобные сложные сенсорные сигналы, они могут анализироваться весьма детально, ну и, соответственно, запускать или не запускать какие-то реакции. Вот второй пример. Если перед жабой такое длинное горизонтально ползущее пятно, то она скорее идентифицирует это как потенциальную пищу и интересуется этим пятном с точки зрения, а нельзя ли это съесть. А вот если у этой штуки есть какой-то вертикальный компонент, ну хотя бы вот эта палочка с имитацией головы, то это уже неприятно, и жабий мозг это идентифицирует как потенциальную опасность. Ну а на потенциальную опасность многие животные реагируют попыткой как бы визуально увеличить свой размер. То есть не ешь меня, я вот какой большой страшный. То есть попытка поднять шерсть, распушить перья, расправить плечи в конце концов. А жаба в этом случае, видите, так очень характерно встает на четырех лапках, ну еще обычно страшно орет и пахнет. И в общем это довольно сильно может вас испугать, если вы там какая-нибудь молодая лиса или змея или еще чего-нибудь такое. Как развивается реакция на страх? Ну здесь собственно те же два механизма, о которых я почти на каждой лекции упоминаю. То есть в простейшем случае поведение запускается просто сенсорным стимулом. Ну как вот только что в истории про жабу или в истории про утят. То есть сенсорные системы врожденно, ну или в результате обучения, настроены на какой-то сигнал. И когда этот сигнал появляется, то прямо сразу раз и организм выдает реакцию оборонительную. Ну например, затаивается, да, или убегает. Вот. Или там делает три раза ку. Наверное, видели, да, фильм Киндзадза. Вот там вот в конце как раз показано очень четко, как возникает этот самый рефлекс. То есть они... Смотрели фильм-то? Ну кто не смотрел, посмотрите. Там много интересных рефлексов показано. Вот. То есть Киндзадза. Запишите. Ну в конце концов просто представьте себе, что вы стоите на переходе, а рядом остановилась машина ГАИ, да, то есть как бы ваше поведение. Ну просто такая реакция затаивания, типа не пойдем мы пока на переход, мало ли что. Тем более красный свет горит. Значит, итак, первый вариант – это когда реакция запускается стимулом, а второй вариант – когда все это запускается прямо изнутри мозга. Вот именно тогда мы говорим о потребностях. Ну и потребность безопасности – одна из таких ключевых потребностей, и она, как это водится, конкурирует с другими потребностями. Ну, например, с потребностью в пище или потребность в новой информации. Все это сплетается в один интересный клубок, который, собственно, и определяет наше с вами поведение. Ну и на прошлых лекциях я кое-какие примеры уже приводил. Ну и сегодня тоже примеры вот такой конкуренции, и сегодня они тоже возникнут. Значит, если вспоминать классификацию Маслоу, то потребность безопасности – она одна из базовых, то есть находится сразу над тем, что он назвал физиологические потребности. и он писал потребность физической и психологической безопасности. То есть не только на уровне повреждения клеток и тканей, но и на уровне, ну, скажем, там, ощущения свободы, приближения каких-то неприятных, пугающих или просто неизвестных событий. Вот все это вписывается в ситуацию, когда мы ощущаем себя не очень комфортно, и потребность безопасности, соответственно, нарастает. Ну, а если вспомнить классификацию по Симонову, то, соответственно, потребность безопасности, она в группе витальных потребностей. Витальные – от слова «вита» – жизнь, жизненно необходимые. Там же, где пищевое поведение, вот, или там забота о постоянстве внутренней среды организма, то, что называется гомеостаз. Ну, и это понятно. Если вы не будете заботиться от целостности своего тела, если от вас все время отгрызают по кусочку, вот, наносят вам повреждения, и так далее, и так далее, то вы долго не проживете. То есть умение уходить от опасности, от хищников, от каких-то повреждающих факторов внешней среды, не знаю, там, камнепад, ультрафиолетовые лучи, волны слишком сильные на море, вот, то есть все это очень-очень важно, иначе просто организм не выживет, не оставит потомство, и это получается, что существа, которые не проявляли надлежащих реакций страха, ну, и вообще не заботились о своей безопасности, они с меньшей вероятностью оставляют потомство, ну, а значит, в ходе эволюции все-таки, так сказать, в ряду живых существ на этой планете остаются те организмы, ну, которые заботятся о безопасности и о целостности своего организма. Ну, правда, тут надо сказать, что если мы вообще говорим о безопасности, о потребности безопасности, то мы не до конца проблему раскрываем, потому что заботиться о безопасности можно двумя способами, убегая или нападая. И сегодня мы как раз говорим о реакциях страха, то есть когда забота о безопасности сдвигается в сторону убегания, затаивания, замирания, то есть может быть обойдется. На самом деле с этой программой конкурирует, конечно, программа агрессии, нападения, то есть вы можете не ждать, пока неприятность совсем на вас свалится, а храбро выйти вперед и попытаться в честном бою, да, так сказать, отбиться от этой напасти. Ну, не знаю, когда там студенты приходят на занятия, их обычно спрашиваешь, ну, там, кто готов, кто выйдет отвечать, и все так раз и затаились. Вот. Но почти наверняка, если там у вас сидит человек 15-20, найдется один, который скажет, а вы нам ничего не задавали, что вообще у нас спрашиваете? То есть есть затаивание, а есть агрессивная реакция, и то и другое имеют право на существование. Отдельная лекция у нас будет посвящена агрессии, там я буду о ней всерьез и много говорить. Вот. А сегодня она просто здесь присутствует как вот такой, такая антитеза пассивно-оборонительному поведению. То есть еще раз, вот если брать классификацию Симонова, ну, и вообще физиологи любят больше говорить не о потребности в безопасности, а о активно-оборонительных проявлениях, то есть проявлениях агрессии, и пассивно-оборонительных проявлениях, то есть, соответственно, проявлениях страха, тревожности, которые выражаются вот в таком затаивании. И анатомически эти центры находятся очень близко в заднем гипоталамусе, рядом друг с другом. С ними очень мощно взаимодействует миндалина. Вот. Ну, и вот этот вот выбор драться или убегать, он на самом деле постоянно стоит перед нами. Вот. Ну, и, соответственно, вот то, что называется fight or fly, то есть делись или беги, это вечная проблема. Ну, и психологи тоже очень много сил тратят на то, чтобы ее анализировать. И это очень важный компонент нашего базового темперамента. то есть, когда начинают говорить о темпераменте, о каких-то врожденных особенностях работы мозга конкретного человека, вот этот баланс страха и агрессии, это, конечно, очень важная штука. То есть, как известно, первая классификация темпераментов, ну, по крайней мере, та, которая до нас дошла, да, она принадлежит Гиппократу, который предложил выделять холериков, флегматиков, сангвиников и меланхоликов. И очевидно, что как минимум два из этих темпераментов, два из этих темпераментов, да, меланхолики и холерики, это яркие проявления, соответственно, пассивно-оборонительной реакции и активно-оборонительной реакции. Ну, вот эта известная картинка голландского, нет, не голландского, датского, да, насколько я помню, художника Биттрупа, вот, который иллюстрирует темпераменты. Там, на самом деле, было четыре темперамента. Наверное, вы знаете, конечно, эту картинку. Там вот прохожий садится на шляпу. И вы видите, как по-разному реагирует человек, у которого активно-оборонительные реакции доминируют, превалируют, и человек, у которого пассивно-оборонительные. То есть меланхолик рыдает, боже мой, ужасно, раздавили мою любимую шляпу. Холерик схватил прохожего за грудки. Ах ты, сволочь, ты раздавил мою любимую шляпу. Ну, там на картинке еще есть флегматик, который так глядит на эту ситуацию равнодушно. Ну да, шляпу раздавили. И сангвиник, который хватает шляпу и смеется. Боже мой, как смешно, какая смешная шляпа получилась. Сангвиник — это, конечно, темперамент, у которого доминирует исследовательское поведение. То есть он видит в ситуации, прежде всего, юмор и новизну. То есть он подходит к нашей прошлой лекции. А вот меланхолик и холерик, вот они здесь присутствуют. Ну, яркие темпераменты, когда вот явный холерик или явный меланхолик — это уже на грани клиники. Но в каждом из нас, как правило, есть элементы и холеризма, и меланхолии. В зависимости от ситуации мы выбираем тот или другой путь. Ну и вообще обычно по жизни сначала, конечно, запускаются пассивно-оборонительные реакции. То есть если на нас кто-то давит, и начинаются какие-то неприятные события, мы сначала все-таки затаиваемся, да, может быть, обойдется. Но если нас загоняют в угол, то таки начинаем шевелить лапками, драться там, отбиваться и так далее. Это типичный вариант, и он наблюдается и в поведении животных. И даже очень опасные, серьезные хищники, ну, не знаю, там, львы какие-то или медведи, да, или еще что-то такое, вот, они когда сталкиваются с чем-то неизвестным, ну, в том числе, там, человек по лесу идет, они поначалу реагируют именно пассивно-оборонительно, то есть уходят, да, ну, и связываются с этим неизвестным объектом. А вот если резко наскочить, то тогда идет агрессия, потому что в этот момент мозг их воспринимает, наше внезапное появление как нападение. Поэтому в случае каких-то вот таких встреч, да, лучше всего оставаться неподвижным, вот, потому что если вы будете убегать, вы превратитесь в пищу, ну, а если нападать, то с вами начнут драться. Поэтому вам нужно как-то вот постараться сделать вид, что вы вообще не живой объект, плохо пахнете, совершенно несъедобный, вот, и, может быть, тогда обойдется. Ну, надеюсь, никто не попадет в такую ситуацию, вот, хотя она, конечно, потом вспоминается всю жизнь как очень яркое, безусловно, яркое впечатление. Можно объективно регистрировать все эти эмоциональные переживания, которые случаются в мозге холериков, сангвиников, меланхоликов во время тех или иных событий. Вот, дело в том, что когда у нас возникают сильные эмоции, особенно эмоции, связанные со страхом, вот, очень мощно активируется наша вегетативная нервная система. Значит, вегетативная нервная система — это особая часть нашего мозга, которая работает с внутренними органами. И, в частности, готовит их к состоянию стресса. То есть вот еще не случилось событие, но вот оно того гляди случится, и вот надо бы приводить все системы в активное состояние. Ну, чтобы сердце билось чаще. Ну, как бы в природе-то это означает, что скоро надо будет убегать или нападать. Вот нужно запускать-запускать эту активацию. Это делает вегетатика, а точнее та ее часть, которая называется симпатическая нервная система. Ну, может, знаете, есть еще парасимпатическая. Кто слыхал, поднимите руки. Да, вот есть вегетативная нервная система делится на две части. Спасибо, вот как вас много. Симпатическая и парасимпатическая. Они конкурируют друг с другом. И большинство внутренних органов одновременно управляются симпатической и парасимпатической. Симпатическая меняет их работу в состоянии стресса, а парасимпатическая, когда идет расслабление, успокоение. Как это запомнить? Симпатическая и стресс на букву С, а парасимпатическая и покой на букву П. Я, по крайней мере, так запомнил. Значит, соответственно, симпатика меняет работу органов в сторону стресса. Иногда, когда прямо уже какие-то неприятности случились, иногда, когда они только приближаются. Ну, скажем там, доктор сверлит вам зуб, и вам больно. Симпатика заставляет ваше сердце биться чаще. Доктор еще не сверлит вам зуб. Да, вы просто сидите в очереди к донтисту. Уже ваше сердце бьется чаще, и вы готовы убежать. Вот. Это, конечно, тоже симпатика, но она уже работает на основе вашего жизненного опыта. Одним из проявлений работы симпатической системы является потоотделение. Ну, вообще, потоотделение, оно нужно для того, чтобы регулировать температуру тела, и когда мы потеем, и пот испаряется с поверхности нашей кожи, мы сбрасываем лишнее тепло. Но регулирует это симпатическая нервная система, потоотделение, в том числе, когда нам жарко. А в качестве побочного эффекта мы слегка потеем, когда мы волнуемся. Ну, кто-то даже не слегка. У тех же меланхоликов, у них прям такие мокрые, холодные ладошки в случае волнения, потому что больше всего потовых желез на ладонях. Именно поэтому датчики, которые связаны с детекцией лжи, ставят на пальцы, на ладони. Ну, и вот вы видите, да, и количество выделяющегося пота пот выносит на поверхность отрицательные заряды. Ну, так случилось. И вот эти отрицательные заряды можно усилить, зарегистрировать и получить вот кривые. Вот, значит, как реагируют, скажем, люди с разным темпераментом на простые вопросы. Там, скажем, как тебя зовут? Или там, ты украл миллион долларов в нашем банке? Или что-нибудь в этом роде. Вот, ну, как правило, эти вопросы требуют простых ответов, типа да или нет. Вот, ну, и вы видите, как реагирует сангвиник. Тут вот, когда вы такие кривые видите, нужно всегда искать то, что называется отметка времени. То есть сколько времени занимает вот эта вот штуковина, эта картинка. Вот здесь, видите, одна секунда. То есть эмоциональная реакция у сангвиника на простой вопрос длится порядка одной-двух секунд. И дальше он спокойно сидит. А вот как реагирует холерик. Видите, реакция сильнее и длительнее. То есть вы что-то спросили, холерик ответил, а потом еще переживает. Вот идиоты, да, какие вопросы задают вообще. Поубивал бы. А вот флегматик. Если он вам попался, вы начинаете подозревать, что у вас сломался прибор. То есть надо что-то очень серьезное сделать, чтобы эмоция возникла. Ну и, наконец, меланхолик. То есть тут уже даже никаких вопросов задавать не надо. Сам факт, что его привели в эту ужасную комнату, надели эти кошмарные датчики, и сейчас все про него узнают, приводит его в такое состояние, что вот действительно подкапает с ладоней. И идет сплошная кривуля, и ничего понять нельзя. И это называется, таких не берут в космонавты. Ну, соответственно, вот это может использоваться как детекция лжи, хотя там куча разных оговорок. И хорошо работает при профотборе, если вам нужно, ну, например, заведомо выбрать какого-нибудь очень спокойного человека. Вы, не знаю, набираете охранников в банк, чтобы человек сидел 12 часов в сутки и спокойно проверял документы, и никого бы не обхамил. Конечно, вам нужен флегматик. А если вы хотите бодигардера, да, то есть такой, чтобы вот шел за начальником и чуть-чуть кидался, да, и защищал его своим телом, то, конечно, холерик больше подходит. А если вы хотите агента по продаже пылесосов, то, наверное, больше всего сангвидик подходит. Он жизнерадостный, и даже если что-то не продал, то, ну, посмеется и дальше пойдет. А холерик, если не продал, он может и клиента стукнуть, да. А меланхолик не продал, пойдет повеситься, горе же, да. А флегматику вообще наплевать. Ну, в общем, как бы все это, конечно, схемы, но схемы достаточно забавные, которые учитываются в самых разных случаях нашей жизни. Помимо детекции потоотделения, очень хорошим показателем эмоций, которые мы испытываем, является диаметр зрачка. Симпатическая система расширяет зрачок. И поэтому, когда мы волнуемся, зрачок становится шире. Ну, вообще-то он расширяется в темноте, а еще вот когда эмоции. И в отличие от предыдущей картинки, здесь даже никакие датчики не нужны. То есть современные системы видеонаблюдения позволяют это детектировать, ну, просто за счет записи на камеру. То есть представьте себе, что вы там подошли к какой-нибудь двери и хотите попасть там, не знаю, в офис, а вам из-за двери задают по этой самой громкой связи какие-то вопросы, вы на них отвечаете, и в это время видеокамера уже считывает ваше эмоциональное состояние и порой может много чего понять. Ну, а если добавить сюда еще детекцию мимики, то вообще, а также движение глаз, да, то вообще много всего интересного сейчас получается. То есть вы можете даже не знать, что вы подвергаетесь этой процедуре, а информация уже пошла. Ну, а если это добавить, к этому добавить индивидуальные жучки, которые сидят у каждого из нас в кармане, да, это наши мобильные телефоны, которые, соответственно, сообщают кому надо наше местоположение, а говорят еще можно так подключиться, что микрофон начнет работать, вот, то тут совсем, ну, по крайней мере, вот последнее выступление Сноудена, да, если кто видел, оно про это, что вообще-то есть технологии, которые позволяют без вашего медома включить ваш микрофон. Ну, в общем, все это очень интересно. Так, не буду повышать вашу тревожность. Давайте поговорим о том, откуда берутся препараты, снижающие тревожные состояния. Потребность в таких препаратах очень велика, а то действительно вы начнете бояться собственного мобильного телефона, вот, а может, и стоит его бояться. И они называются транквилизаторы. Или еще анксиолитики, но это синонимы, anxiety – это тревожность, то есть препараты, снижающие тревожность. Для тестирования таких препаратов используется вот эта установка, которая у нас уже была. Была? Да, это называется крестообразный приподнятый лабиринт, и я рассказывал, как классно ведут себя животные, которые любопытные. Так вот, соответственно, если ваш препарат действительно снижает тревожность, то он в условиях этого крестообразного приподнятого лабиринта заставит крысу чаще выходить на открытые рукава. И вы это можете статистически доказать. Ну, и дальше уже с этим препаратом идти в клинику, потому что потребность в таких препаратах велика. Мир настолько сложен, непредсказуем, несет столько отрицательных эмоций, что тревожность многих людей постоянно повышена, и у очень-очень многих она периодически зашкаливает. Ну, а если еще жить в эту самую эпоху перемен, да еще в стране с не очень стабильной экономикой, да еще в мегаполисе, да еще экология плохая, ну, в общем, все одно к одному, опять же, я не буду повышать вашу тревожность. Значит, что это за препараты? Как правило, анксиолитики и транквилизаторы — это препараты, усиливающие работу гамма-аминомасляной кислоты. Ну, честно сказать, уже не помню, но наверняка где-нибудь на первой лекции я говорил, что есть два самых главных медиатора, функционирующих в нашем мозге. Глутамат — глутаминовая кислота, главный возбуждающий медиатор, и гаммк — гамма-аминомасляная кислота, главный тормозный медиатор. Был такое? Кто помнит эти красивые слова? Гаммк вообще легко запоминается. Значит, гаммк действительно снимает все излишние информационные потоки. Будь это сенсорные сигналы или избыточные движения, и в том числе помогает регулировать эмоции, особенно негативные. То есть если вы хотите, чтобы меньше стало негатива, нужно использовать молекулы, похожие на гаммк. Ну и такие молекулы известны уже более 100 лет. Это так называемые барбитураты, бензодиазепины и много-много еще чего. Как правило, это рецептурные препараты. Классическим их представителем является Валюм. Соответственно, это бензодиазепиновая группа. То есть, как правило, это продается по рецепту. Хотя бывают исключения. В нашей стране, например, корвалол продается без рецепта, а там внутри очень серьезный транквилизатор. Знаете, корвалол, волокордин — это любимое лекарство бабушек. И когда, наверное, многие пробовали, мало ли успокоиться-то надо. Я так смотрю на лица, очень по-разному люди отреагировали на слово корвалол. То есть там смесь ментолового масла, то есть холодочек такой, и вообще серьезного агониста гаммк, то есть молекулы, похожие на гаммк. И идет прямое успокаивающее действие на мозг. Ну там 10, 20, 30 капель, в зависимости от силы вашего стресса. Это реально работает, работает серьезно. И если вы, например, повезете корвалол через границу, то вас может там можно поймать, потому что вы провозите сильно действующий психотропный препарат. Но у нас, поскольку корвалол является любимым лекарством бабушек, кто через Государственную Думу не прошел закон о его рецептурной продаже, хотя его действующее начало, барбитураты, оно, конечно, сугубо рецептурное. Переходим к следующему блоку, связанному с обучением и страхом. То есть что-то мы врожденно боимся каких-то факторов, а чему-то мы учимся бояться. Чего-то мы учимся бояться. Да, не знаю, как это. Ну, например, да, вот этот персонаж, может быть, у кого-то вызвал страх. Ну, или, по крайней мере, какие-то тревожные воспоминания. Что это за персонаж? Да, то есть, ну вы же... Нет, ну, не знаю, я, например, мне сериал даже нравится больше, чем книжка, потому что книжка совсем как-то тупо написана, а тут быстро, там, за полтора часа можно отойти в сторону человека, попить, а, значит, наши все равно победят. Ну, во всяком случае, вот этот персонаж вызывает тревогу, потому что большинство знают, что когда он вырастет, он превратится в Волан-де-Морта. Хотя, если вы начнете рассматривать эту картинку, то большинство заметит, что что-то не то тут с Волан-де-Мортом. У него нос. Это актер, который, собственно, его играл, да, но без компьютерной этой самой добавки, вернее, без компьютерного минуса, вот, Ральф Файнс. Соответственно, нос убирали с помощью компьютерных технологий, ну и дальше, вот, соответственно, вот это вот получилось. То есть вы, посмотрев эти фильмы, прочитав эти книжки, ну, как-то тревожно относитесь к данному существу, ну, потому что, в общем, действительно мрачная, неприятная куча совсем не детских событий, на самом деле, там происходит. То есть там местами в пору поставить 18+, и не из-за того, что там какие-то эротические сцены, да, а из-за того, что, ну, в общем, реально убивают, взрывают, сжигают, и все это крайне нехорошо. Так вот, по ходу нашей жизни, встречаясь с разными неприятностями, мы обучаемся бояться тех или иных факторов. И для того, чтобы это произошло, нужно, чтобы те факторы, которые исходно незначимы, ну, совпали, например, с болью, или с тем же громом и молнией, или с каким-нибудь отвратительным вкусом, и тогда вы уже больше никогда в этот ресторан не пойдете, ну и так далее. Вот, ну и изучая то, как мозг работает со страхом, соответственно, физиологи придумали кучу разных технологий. Ну и в частности, вот, выработка условной реакции на страх происходит вот в таких вот установках. То есть вот представьте себе, крысу посадили в такую коробку, которая разделена на две части, и одна часть освещена, и здесь животное исходно располагается, а здесь темно, и такая дверца. Значит, крыса, как всякое норное существо, свет не очень любит, ей тревожно. Вот, а тут как раз вот такая замечательная норка, она входит во второй отсек, и тут ее бьют током. Причем бьют так серьезно. То есть крыса должна прочувствовать, что она сделала явно что-то не то. И вот оказывается, что если крысу шарахнуть здесь током в темном отсеке, то, например, через неделю после однократного такого удара током две трети крыс, опять вот если их поместить в эту установку, не входят в темный отсек. То есть крысиный мозг даже после однократного такого травматического воздействия, помнит, вот туда вот идти не стоит. То есть вопрос, входить или не входить, да быть там или не быть, он очень четко крысиными мозгами решается, треть входит, но большинство из них тут же выбегают обратно с физиономией, такой, господи, что же я забыла совсем, да, сейчас же. Вот, то есть нужно месяца полтора, чтобы большая часть крыс забыла о этом событии. То есть серьезное формирование вот такого условно-рефлекторного страха. И здесь используется принцип «не делай, иначе будет плохо». То есть не входи туда, иначе будет плохо. То есть первая группа навыков, которые у нас формируют общество, родители, педагоги, вот их можно так назвать. «Не делай, иначе будет плохо». Ну и вот такой, посмотрите, какой очаровательный, это самая, как сказать, розетка, да, вот, прямо для детской комнаты, розовенькая. Вот, ну, я думаю, что у каждого из вас есть опыт общения с электричеством. И если вам удалось вставить что-нибудь в розетку и вас долбануло, то вы дальше эту розетку будете годами обходить стороной. Вот, ну и как любые подобные, так сказать, источники сильных психотравматических воздействий. А вот другая ситуация. Здесь крыса помещается в коробку, и дальше ей нужно при звуках звонка прыгнуть на полочку. Ну, она об этом вначале не знает. У нас, может, была уже эта схемка? Не было, да? Первый раз появилась. Значит, вот смотрите, крыса сидит в коробке, раздается звонок, и после звонка на пол подается электрический ток. Вот в этом случае ток используется совсем слабый. То есть нам не нужно загнать животное в стресс. Это даже не боль, а такое неприятное покалывание в лапках. Но всякая нормальная крыса, немножко, так сказать, поглядев по сторонам, взбирается на полочку. И нормально убежала. Значит, соответственно, звонок, ток, прыжок. С каждым разом, с каждым повтором крыса все четче взбирается на полочку. И где-то на десятый, а уж на пятнадцатый раз точно, едва звонок зазвонил, крыса раз и сидит на полке. При этом видно, как уменьшается уровень стресса эмоций. То есть вначале крыса туда лезет с совершенно паническим выражением морды. сидит там с явным облегчением, типа, господи, обошлось, да? А уже на пятнадцатый раз она ведется совершенно нормально. А, звонок, ну мы знаем вообще, как устроен этот мир. И совершенно спокойно, без особых эмоций, да? Вот, выполняет то, что должно. То есть в данном случае программа работает по принципу «делай, иначе будет плохо». То есть здесь тоже используется вот это отрицательное болевое подкрепление. Ну и надо сказать, что очень многому чему, много чему мы учимся для того, чтобы не стало плохо. Это называется обучение с помощью метода кнута. Да? То есть можно учить с помощью пряника. То есть таких событий, которые вызывают положительные эмоции. А можно с помощью кнута. То есть событий, вызывающих отрицательные эмоции. Ну и, к сожалению, наш мозг, ну или, к сожалению, такова природа вещей. Наш мозг так устроен, что избегать мы учимся лучше, чем достигать. По крайней мере, очень многие. И это, в частности, приводит к тому, что с возрастом у человека купится очень много избегающих программ. И говорят, что в начале жизни люди в основном живут для того, чтобы получать положительные эмоции, да? Достигать чего-то приятного. Вы находитесь пока на этой стадии. Цените это. Потому что чем дальше, тем больше вы будете жить для того, чтобы избегать неприятностей. Как бы чего ни вышло. Вот. И здесь, конечно, падает и активность, и исследовательское поведение. И вот тут, опять же, глаз да глаз нужен за нашим мозгом. Мозг ты опять избегаешь. А давай-ка чего-нибудь достигать, да? И дальше пинками его к счастливому будущему. Ну, показано здесь на схеме, а что, собственно, происходит в мозге крысы, когда она, например, учится прыгать на полочку. В ответ на звонок. То есть для того, чтобы это произошло, нужно, чтобы нейроны в слуховой коре связались с нейронами в двигательной коре. Ну, вообще нейроны всегда друг с другом связаны. То есть наш мозг так устроен, что все контактирует со всем. Но пока система не обучена, вот эти синапсы, они работают совсем слабенько. Тут мало медиатора, мало рецепторов, реагирующих на медиатор. По ходу обучения на фоне успешной деятельности модифицируются синапсы вот на этих обучающихся нейронах. И сигнал звуковой начинает достигать двигательного центра и запускать прыжок. Ну, это вот один из базовых механизмов формирования памяти, о которых, я думаю, вам, Константин Владимирович, будет много рассказывать. Я в эти дебри особо не полезу, но в любом случае, когда мы говорим об обучении памяти, мы, конечно, имеем дело с синаптическими модификациями и с увеличением эффективности синапсов. И если это увеличение происходит на короткое время, мы говорим о кратковременной памяти. А если на длительное, а то и вообще пожизненно, тогда мы говорим о долговременной памяти. Еще одним важным компонентом нашего поведения, связанным с тем, что мы испытываем страх, тревожность, является сопереживание или иначе работа зеркальных нейронов. Опять же, у нас будет отдельная лекция посвящена зеркальным нейронам, но сейчас вот я уже о них кратенько упомяну. То есть наш мозг, мозг высокоразвитых животных, устроен так, что мы переносим на себя эмоции, испытываемые другим существом. И если кто-то радуется, мы тоже радуемся. Если кто-то огорчается, мы тоже огорчаемся. Такова структура нашего мозга. Опять же, все мы разные, и у кого-то эмпатия ярко выражена, у кого-то менее ярко. Но в любом случае, много чего мы совершаем ради того, чтобы соседу не было неприятно, соседу, близкому человеку. И это можно получить даже в крысином эксперименте. Вот смотрите, опять эта коробка, но тут уже все по-другому сделано. Значит, сажаем крысу в светлый отсек, она уходит в темный, никаким током мы ее не бьем, а током бьем вот эту крысу, которая рядом сидит в клеточке. Ну, вернее, не мы бьем, а бьет ее, получается, первая крыса. То есть в тот момент, когда она входит в темный отсек, оказывается, что пол этого темного отсека — это педаль. И эту крысу бьет током, и она орет и пахнет. А это слышит и обоняет. И вот поставьте себя на место первой крысы. Как вы будете себя вести? То есть, с одной стороны, сидеть в светлом отсеке неприятно, с другой стороны, товарищ плачет. И вот оказывается, две трети крыс в этой ситуации выбирают альтруистический путь, выходят на свет, мрачно сидят. Но что делать? Да, значит, альтруизм есть альтруизм. А примерно четверть крыс сидят в темном отсеке и никаких особых таких отрицательных эмоций не испытывают. То есть они даже так выглядывают в эту дверцу, кто это у нас там кричит? Но что интересно, если делать вот этот светлый отсек все более неудобным, отвратительным, противным, тесным, доля альтруистов начинает сокращаться. То есть вот этот баланс альтруизма и оборонительного поведения, он очень гибкий. И поэтому, собственно, хорошо быть альтруистом, если твой доход превышает много-много миллионов долларов. Тут можно и тому дать какой-нибудь грант, и этому дать какой-нибудь грант. А если тебе есть нечего, то тут, конечно, с альтруизмом порой бывают проблемы. У животных все это наблюдается в самых разных формах. Ну и в том числе, вот видите, такой альтруистический морской лев, который кормит касатку. Это, конечно, очень красивая картинка, поскольку нарушает вообще всю логику в природе. Касатки едят львов, а тут касатка ведет себя очень мило. Это даже похоже на улыбку. Хотя, конечно, вот эти 15-сантиметровые зубы, они все равно настораживают. Ну, ярким проверением альтруизма являются всяческие супергерои, которые, собственно, жертвуют собой, жизнью, личной жизнью в том числе, да, ради того, чтобы спасти очередную бабушку на переходе, помочь старой негритянке одноногой, ну и так далее, и так далее. Ну и вот некоторое количество супергероев я сюда вставил. Они есть не только в американском фолькнуре, они есть и у нас. Ну, в частности, недавно я тут видел детский мультфильм про Ивана Паровозова. Никто не видел? Да, это вот такой вот наш ответ Супермену. Да, это Остер, который, собственно, да много чего написал. Вот теперь пишет такие суперменские стежки. Они довольно смешны, хотя каждый раз что-то такое в голове брежет, а не издеваются ли над нами. Вот, или, например, над заказчиком этих стежков. Для того, чтобы нормально существовать, мы должны постоянно как бы заглядывать в будущее. Наш мозг так устроен, что вот все эти вспомогательные сигналы, все эти ассоциации, например, с будущей болью, с будущими неприятностями, все эти ассоциации помогают нам вовремя и правильно выстраивать поведение. И мы учимся для того, чтобы немножко заглядывать вперед, прогнозировать. Поэтому нам так важна информация, которая позволяет как бы построить модель внешнего мира. И поэтому для нас так неприятны ситуации неопределенности. То есть неопределенность, попадание в новую ситуацию, про которую мы знаем далеко не все, явно чего-то важного не знаем, это тоже очень мощный источник тревожности. И, соответственно, та же самая исследовательская потребность, исследовательское поведение в данном случае помогает снять тревожность. То есть вы попали в какое-то незнакомое место, обошли его, все посмотрели, обнюхали, вам уже стало легче, вы более-менее представили, что тут происходит. Если не удается собрать информацию, если вы так и не понимаете, а что происходит, не знаю, там с нашей страной, экономикой или там с вашей личной жизнью, или с вашим здоровьем, то вот эта постоянная тревожность, она может приводить к хроническому стрессу. А тут и до депрессии недалеко, или до каких-то сбоев в вегетативной сфере. Потому что если та же самая симпатическая нервная система хронически перегружена, то это может привести, ну, например, к гипертонии, или к какой-нибудь гастриту, язве желудка, или к снижению иммунитета, и так далее, и так далее. То есть слишком много страха – это нехорошо. Перегрузка гипоталамуса, перегрузка миндалины ведет к очень многим нарушениям, нарушениям в эндокринной сфере, в вегетативной сфере, ну, и, соответственно, в поведенческой сфере. То есть если идет хроническая боль, или, скажем, постоянно не удовлетворены какие-то потребности, а ваш мозг считает их очень важными. Ну, и, наконец, если приближается некая потенциальная опасность, или вообще какое-то значимое событие, не обязательно, кстати, опасность, если чего-то неизвестное приближается, пусть даже сулящее вам выигрыш, все равно это стресс, все равно вегетатика активируется, сердце стучит, и если эта ситуация длится слишком часто и слишком долго, то действительно до истощения уже недалеко. Ну, в свое время классик физиологии Селье, Ганс Селье ввел это понятие стресса и показал, что слишком долгий стресс, он сначала приводит к тому, что организм как бы привыкает к этому состоянию, и некоторое время существует все время по ходу стресса, так сказать, ситуации стресса, но, в конце концов, даже у самого замечательного организма силы кончаются, наступает так называемая фаза истощения, которая тащит за собой кучу патологических изменений. Поэтому кратковременный стресс, он далеко не всегда вреден, особенно если впереди положительные эмоции. Он как бы будет наше тело, будет наши внутренние органы, заставляет действительно сердце биться чаще, там, не знаю, прочищает сосуды и все такое прочее, а вот длительный хронический стресс – это уже зло. И происходит слишком много разных изменений, которые нарушают здоровье человека, эндокринную сферу, психическую сферу и так далее. Развиваются эффекты стресса, опять-таки, через гипоталамус и гипофиз. То есть влияние на вегетативную нервную систему, на гормоны стресса, на тот же самый адреналин, оказывают две вот эти ключевые структуры – гипоталамус и гипофиз. А вот если говорить о влиянии стресса на психическую деятельность, то здесь главным пунктом является миндалина. То есть получается, что гипоталамус и гипофиз, вот они как бы обведены верхним кружочком, их сигналы сбрасываются в основном как бы внутрь организма. Вегетатика – симпатическая нервная система, гормоны, гормональный статус меняется, много адреналина или там, скажем, проблема с половыми гормонами из-за постоянного стресса. А вот миндалина, она обведена вторым кружочком, вот от нее сигналы уходят в ассоциативную лобную кору и управляют нашим поведением, ну или, по крайней мере, накладывают отпечаток на наше поведение. Ну и здесь в этой системе, как бы такой целостной реакции на стресс, такой вегетативно-психической эндокринной, есть еще один важный игрок, которого стоит учитывать. По-моему, у нас эта структура еще не возникала. Называется это зона поясная извилина. Смотрите, где она расположена. Она расположена на внутренней стороне больших полушарий, над мозолистым телом. Вот она синим закрашена. Поясная извилина – это зона, которая помогает ассоциативной лобной коре и сравнивает то, что получилось, с тем, что ожидалось. То есть сравнение реальных и ожидаемых результатов поведения. Ну и, соответственно, если эти результаты не совпали, вот это и может быть источником отрицательных эмоций. То есть дальше, опять же, от поясной извилины сигнал может уходить на тот же самый гипоталамус, и вот эта фрустрация, разочарование может захлестывать наш мозг. Ну а поясной извилины мы еще не раз поговорим, потому что ее взаимодействие с лобной корой – вообще очень важный компонент организации нашего поведения. То есть, еще раз повторяю, сравнение того, что получилось, с тем, что ожидалось. Это и источник положительных эмоций, когда все вышло так, как мы хотели, и источник отрицательных, когда что-то пошло не так. А вот следующие картинки, они посвящены эндокринной составляющей страха, стресса. То есть в этом случае гипоталамус передает сигнал, как я уже сказал, на гипофиз, а еще передает сигнал на симпатическую нервную систему. То есть вот симпатическая нервная система, гипофиз, и оба этих блока нашего организма способны влиять на надпочечники. И надпочечники – это ключевая эндокринная железа, которая выделяет кучу гормонов для того, чтобы запускать состояние повышенной активности внутренних органов. Вот это состояние, которое подходит для стресса, подходит для активного реагирования. Ну и ключевыми из этих гормонов являются адреналин и кортизол. Адреналин выделяется так называемым мозговым веществом надпочечников, кортизол выделяется корой надпочечников. Оба они активируют обмен веществ, заставляют сердце биться чаще. И коротко, в небольших дозах – это хорошо. А вот когда это хронически, то тогда идет истощение многих органов, истощение запасов энергии, вот. И параллельно с этим симпатическая нервная система еще сама способна влиять на внутренние органы. И в этом случае выделяется вещество, которое называется норадреналин. Вот эти две молекулы – адреналин и норадреналин – это основные проводники стресса. Химически они очень похожи, но адреналин использует эндокринная система, а норадреналин – нервная. Адреналин активирует внутренние органы серьезно надолго, и, скажем, сердце часами бьется чаще. А норадреналин обеспечивает быстрые реакции. Ну, скажем, вы идете по улице, и сзади раздался громкий хлопок, и ваше сердце тут же забилось чаще. Это, конечно, реакция, идущая через вот эту стрелку. То есть симпатика, норадреналин – сердце забилось чаще. А вот если у вас, ну не знаю, через два дня очень ответственное свидание, о котором вы, может быть, мечтали всю свою сознательную жизнь, и ваше сердце уже сейчас бьется чаще, и завтра будет, а уж перед самим свиданием просто зашкалит, это, конечно, адреналин. То есть это длительные вот такие реакции. Нужны и такие, и такие, и быстрые, и длительные. Поэтому надпочечники и симпатика, они работают, так сказать, совместно. А если этого слишком много, то действительно наступает истощение, которое порой выливается в депрессию. То есть одним из факторов депрессии является вот такой хронический стресс. Ну, про депрессию я уже не раз говорил, поэтому, собственно, я думаю, что здесь можно пролистать. То есть в случае той депрессии, о которой мы говорим, здесь помогут и транквилизаторы, и антидепрессанты. Ну, а самое главное, поможет понимание, а что вызывает этот стресс, и, может быть, удастся просто убрать эту причину. Это самый, как бы, такой конструктивный подход к данной ситуации. Воздействие на центры страха, конечно, используют те, кто хотели бы управлять нашим поведением. И здесь просто вот толпа стоит, очередь буквально. Это и маркетологи, которые пугают нас разными неприятностями и продают нам, ну, прежде всего, лекарства. Да, то есть, как бы, есть же совершенно убойные рекламы лекарств, когда буквально показывают человеку, у которого там, знаю, разорвалось сердце. И семейные тут же, значит, несут ему таблетки для того, чтобы этот инфаркт остановить, да, и так раз, и кадр крутится назад, и теперь уже счастье. То есть совершенно, на самом деле, запрещенные приемы. То есть, на мой взгляд, тут уже человека настолько сильно пугают, пугать смертью, это так серьезный ход, но пока, вроде, законодательно это не запрещено. Страховщики нас, конечно, пугают. Ну, и, конечно, активно используют вот такие негативные эмоции, социальная реклама, которая показывает нам всяческие неприятности, но уже не для того, чтобы мы что-то делали, а для того, чтобы мы что-то не делали. Ну, а еще, конечно, политики. То есть пугать, это, как бы, такой типовой ход, то есть без образа врага ваша политика будет беззубой, вот, неинтересной. Ну, и, конечно, религия. То есть пугать смертью, да, и воздаянием, которое там за гробом, это потрясающий ход, вот, который, соответственно, ну, тут, как бы, даже особо никто, и конкурентов-то нет, да. То есть какой-нибудь там психолог, он может помогать вам идти по жизни, но ни один психолог не наберется наглости сказать, что вот если будешь так делать, то будешь в раю, а если не будешь, то попадешь в ад. Вот, это уже прерогатива священников, которые профессионально всем этим занимаются. Ну, и, собственно, то, что случается с нами после смерти, это важнейший компонент любой религии. Вот, возьмем ли мы христианство, мусульманскую религию, индуизм и так далее, и так далее. Вот, здесь огромный набор неприятных воздействий, с которыми все желающие, конечно, могут ознакомиться. Ну, вот тут пример такой рекламы, да, всего-навсего нас призывают мыть руки. Вот, это удивляет, это немножечко смешно пугает, вот. Ну, и в итоге, а почему бы не запомнить название, так сказать, этого мыла. Вот реклама страховщиков, то есть ассоциация с черной кошкой. Вот, тут все работает однозначно. Вот пожестче реклама, да, это уже социальная реклама. Из разряда, кого вы хотели, мальчика или девочку, да. То есть, тут я видел такую рекламу, значит, такое, яичная скорлупа и куча, значит, окурков. И надпись, кого вы хотели, мальчика или девочку. Жестковато. Ну, наверное, действует. Здесь, соответственно, вот о будущем ребенке, а здесь просто красота вашего лица, да, если вы будете окуривать себя этим табачным дымом, ну, и так далее, и так далее. Вот, то есть, это женский подход, то есть здесь апелляция идет к внешности. Ну, мужчинам на внешность, как правило, наплевать, затрагивают совсем другие моменты, но тоже, в общем, довольно впечатляюще. Это выглядит реклама, да, Минздрав честно предупреждал. Вот социальная реклама, связанная, как вы догадываетесь, с использованием, как это, ремня безопасности, да. Ну, и вот, пожалуй, один из самых жестких вариантов социальной рекламы. Значит, смысл в том, что не разговаривайте по телефону с тем, кто за рулем. Иначе вот эта кровища, да, прямо в лицо плеснет вам, и всем будет плохо. Ну, а это вот как раз немножко Босха, или вот богиня Кали, да, такое симпатичное существо, ну, которое, вообще-то, бывает и в такой милой, и такой даже любящей ипостаси, да, то есть не все время же Шива взаимодействуется с этим, вот. Ну, он и сам порой бывает хорош, вот. Ну, во всяком случае, вот этот пояс из черепов и рук отрубленных, да, это, конечно, впечатляет. Вот. И это различные орудия, с помощью которых всяким нехорошим, не соблюдающим законы кармы отсекают то, что положено. Ну, вот. В свое время страховщики, да, вот Александр Солженицын, так сказать, мрачно шутил по поводу госстраха, да, то есть реклама госстрах, которая там на площади Маяковки висела над Москвой, вот этот государственный страх, вот, это был такой мрачный каламбур. Ну, вот, собственно, ну, еще минут пять я точно проговорю. Значит, итак, в нашем мозге есть центры страха. И без этого никак они существуют. И если они не будут работать, то наша психическая жизнь окажется немножко неполной. Поэтому порой бояться очень даже важно, нужно, а если мы совсем ничего не боимся, то мы можем ощущать, что что-то в жизни не хватает. Поэтому существуют особые сферы, так сказать, человеческой деятельности, когда нас пугают. Ну, и вот этот вот мультик, да, про котенка Гава, он как раз про это. Помните там сюжет-то, да? Бояться-то совсем неинтересно тут внизу, пойдем наверх, еще побоимся. Вот это выделение адреналина, этот стресс, когда ты знаешь, что на самом деле всегда можно спуститься вниз, и там все нормально, вот это то, что нужно. То есть не настоящий страх. Как пишет Стивен Кинг, чуть дальше будет ссылка на его, так сказать, классическую работу, если вы показываете чудовище в фильме ужасов, важно, чтобы на спине была видна молния. То есть зритель должен понимать, что это все равно не по-настоящему, потому что в тот момент, когда это будет по-настоящему, он реально испугается и убежит из кинотеатра, и ваши сборы окажутся ниже, чем вы ожидали. То есть должно быть видно, что это игра в страх, но эта игра в страх для многих из нас привлекательна. Ну, конечно, меланхолик вряд ли пойдет на ужастики, а вот холерик и сангвиник почему бы не пойти? Ну, а флегматику все равно ужастик или комедия тут как бы за компанией. Вот поэтому существует огромная, так сказать, сфера, ну, в частности, вот в кинематографе, которая эксплуатирует различные варианты ужасов, и фантастические, и мистические, и детективные. Ну, и вот эта небольшая подборка разных симпатичных персонажей здесь представлена. Да, и вот я обещал ссылку на Кинга. Ну, он классик жанра, но то, что здесь сейчас, пляска смерти, это не роман, это литературоведческое произведение, где он разбирает сам жанр фильмов ужасов и, так сказать, книг, посвященных ужасу. Откуда это пошло? От Франкенштейна? Как это все развивалось? Какие принципы используют те, кто сочиняет сценарии и снимает фильмы? Прочтите, получите наверняка почти удовольствие. Ну, и там заодно он кучу фильмов пересказывает в трех словах, что тоже очень удобно. То есть не надо их смотреть, а так раз, а уже содержание представляешь. Вот. Значит, если в истории нет злодея, то нам порой его скучно смотреть, да, как-то без зуба. То ли делать добро, побеждающее зло, то есть в разных его ипостасях. Вот. И сама эта победа нас радует, и мы себя идентифицируем с побеждающими героями, там, неважно, с Гарри Поттером или с учителем Йодой, вот, ну или с каким-то другим персонажем, типа, вот опять же, Супермена. Все это вызывает дополнительные положительные эмоции, и очень здорово. Вообще попадать в потенциально опасные ситуации и с честью из них выходить, это как бы бодрит наш мозг. И для этого, например, используются компьютерные игры. Ну, правда, как правило, все-таки компьютерные игры затрагивают уже другую составляющую этого комплекса, то есть не столько пассивное оборонительное, сколько агрессивное поведение, поскольку мы преодолеваем различные проблемы. Ну, и примерно в этой же сфере работает то, что мы называем экстремальным спортом, то есть в этом случае человек попадает в некую потенциально опасную ситуацию, преодолевает его, и тот адреналин, который выделяется, и норадреналин, который в мозге, они приносят положительные эмоции, вот, поскольку наше чувство безопасности, когда оно усиливается, это очень важный фактор позитива, вот, и мы, собственно, это активно эксплуатируем, особенно люди склонные к риску. То есть человек, который специально попадает в потенциально опасную ситуацию, чтобы потом из нее выбраться, он, по сути дела, как бы норадреналиново зависимый человек, то есть те клетки мозга, которые выделяют норадреналин и гарантируют ему положительные эмоции, он как раз очень активно эксплуатирует. Ну и дальше несколько слайдов, они посвящены норадреналину, как медиатору, который вызывает положительные эмоции, и некоторые вещества наркотические похожи на норадреналин, но эти слайды я еще вам покажу, когда мы будем говорить про агрессию. А сейчас, как бы, последняя заключающая фраза. Итак, что такое страх? Вот мы сегодня довольно много о нем поговорили. В этом случае работают центры отрицательных эмоций, центры оборонительного поведения. Он сигнализирует об опасности, и этим он полезен. Без него нам жилось бы хуже, и мы бы влезали в какие-то неприятные ситуации гораздо чаще. Избыток страха, тем не менее, конечно, вреден и ведет к истощению и даже к депрессии. И поэтому, собственно, нужно, как всегда, балансировать на некой оптимальной грани, а если все-таки страх зашкаливает, то обращаться либо к лекарственным препаратам, либо к психотерапии. И, конечно, нужно видеть, как нами манипулируют с помощью страха, неважно, маркетологи, это политики или религиозные деятели. Нужно осознавать все эти попытки и относиться к ним, ну, так сказать, с пониманием, и как бы расшифровывать те подсознательные воздействия, которые на нас порой оказывают. А когда нам удается победить страх, мы испытываем положительные эмоции, и эти положительные эмоции могут быть очень важной составляющей нашей психической жизни, ну, которая по определению должна быть максимально разнообразной. То есть мы должны брать положительные эмоции из самых разных потребностей, только тогда наша жизнь будет полной и яркой. Ну, вот, собственно, спасибо. И ваше задание. Итак, пишем дату, фамилию, факультет, курс. Приведите пример ситуации конкуренции между исследовательским поведением и страхом.